И вновь про копий Кесарийский, шестая часть первой книги о войне с персами. Абзац первый. Когда Кавад был заключен в крепость, попечение о нем имела его жена. Она приходила к нему и доставляла ему все необходимое. Начальник тюрьмы принялся соблазнять ее, так как она отличалась удивительной красивой наружностью. Короче, дальше будет описано, что посаженный в тюрьму, собственно, былой персидский, ну то есть законный персидский правитель подговорил свою жену, чтобы она отдалась охраннику тюрьмы. Ну и за это она имела право заходить к нему, когда, собственно, хотела и когда это было нужно. И вот так вот она заходила, и вот так вот, видимо, она отдавалась этому охраннику, ну как минимум периодически. Рога у царя подрастали, и вскоре он своими рогами разрушил тюрьму. Да нет. Если бы все было так просто, то он бы, наверное, и на это пошел бы. Но суть была в чем, что да, с помощью того, что он подложил свою жену под охранника, он, в общем-то, добился возможности, что она к нему ходила, когда хотела, и никаких проблем с этим не было. С другой стороны, его друг, некий Сеос, там недалеко поселился, и, в общем-то, через жену передал ему, что там есть люди, которые в случае чего готовы помочь ему бежать. И вот один раз пришла жена, осталась, оделась в его одежду, он оделся в одежду жены, и в одежде жены бежал из тюрьмы. А что за это потом случилось с его женой, и сам Прокопий не знает, и персидские источники расходятся в свидетельствах. Но явно ничего хорошего. Так или иначе, жена послужила делу. И интересно, что имени ее также не упомянуто. Ну, действительно, зачем же ж? Если как бы что, я не являюсь сторонником такого подхода, однако в старину такой подход был классическим. Дальше, абзац 10-й. Кавад, никем не замеченный, вместе с Сеосом прибыл к гунам Эфтолитам. Их царь выдал за Кавада свою дочь, и вместе с ним, как с зятем, послал против персов весьма значительное войско. 11. Персы с этим войском сражаться решительно не захотели, но бежали кто куда. 12. Прибыв в область, которой управлял Гусанастад, Кавад сказал кому-то из приближенных, что сделает ханарангом того человека, который первый и с персом явится к нему в этот день с желанием служить ему. В общем, Кавад отправился к гуннам, Кавад от гуннского царя получил жену, имя которой тоже, в принципе, вот так сказать, не упомянуто, знаете ли. Так просто там, мешок с картошкой типа. Конечно, плоховатенькая история, тем не менее. Что есть, то есть. Дальше, соответственно, этот самый Кавад смог получить себе новых сподвижников, в частности, молодого и активного Адер Гудунвада, который приходился родственникам нечистому Гусанастаду. Но, в общем, дальше он Гусанастада прикончил, а своего родича Власа посадил под стражу, то есть тюрьму буквально. Сеусу он назначил также очень, по сути дела, высокий чин, по сути, второго человека в государстве, можно сказать. И в абзаце 19-м описывается, что Сеус был первым и единственным, кто имел такую высокую должность. Ну, не скажу, что первым и единственным. Верховные визири всевозможные, верховные чиновники, они в разные времена были у разных правителей, поэтому плюс-минус аналоги такой должности точно существовали в прошлом и возникали позднее. Тем не менее, что здесь в действительности имеет место так то, что да, князь, персидский князь Кавад для своего верного сподвижника на тот момент изобрел такую должность, которой вот именно в те времена, именно в той версии персидской иерархии, не было. Глава 7. Некоторое время спустя, Кавад, не имея возможности вернуть царю Эфтолита в деньги, которые он был ему должен, попросил римского автократора Анастасия одолжить ему эту сумму. Тот, собрав на совещании некоторых из своих придворных, спросил у них, нужно ли ему это делать. Два. Они не советовали ему вступать в эту сделку, указывая, что невыгодно укреплять дружбу врагов с Эфтолитами, и что гораздо выгоднее ссорить их между собой. Три. Поэтому Кавад безо всякой иной причины решил начать войну со всей поспешностью и, предупреждая молву о своем появлении, вторгся в Армению. Много награбив в результате набега, он неожиданно подошел к расположенному в Месопотамии городу Амиде и приступил к его осаде, хотя уже была зима. Итак, что здесь такое? Здесь то, что Кавад, когда заключал договор с Эфтолитами, видимо, пообещал, что когда он вернется на законное царство, то он заплатит им, ну, если не территориями, если не сюзеренитетом, то деньгами. Логично, логично. А почему еще они должны ему помогать бороться с его же родственником, который решил его усадить в тюрьму и, возможно, со временем уничтожить? Они должны, если помогают, то ради своей какой-то выгоды. И, видимо, на тот момент денежная выгода была или частью сделки, или даже основным способом оплаты за данную помощь. Они гибли, они вообще прикладывали свои усилия. Естественно, что они за это должны что-то получить. Дальше. Правильно ли было, что Кавад просил у византийского Базилевса денег, заметьте, не просто так, а исключительно в долг? В общем-то, правильно. Правильно ли было Базилевсу дать Шахеншаху денег? Также правильно. Если бы Базилевс дал бы Шахеншаху денег, то, во-первых, между Эфталитами и Персами был бы мир, во-вторых, между Персами и Византией был бы мир. И мы получаем, что на территории Передней Азии, на территории Центральной Азии, Причерноморья и Палестины уж точно был бы мир. Больше того, можно было бы устроить дальнейшие династические вскрещивания византийцев, персов и эфталитов, постепенно, в общем-то, сращивая государство. Ну, или, если даже не сращивая, то, по крайней мере, синхронизируя их, по крайней мере, узнавая и своих соседей лучше, и давая им узнать себя лучше, сотрудничая с ними, продавая им, что имеешь в избытке, и покупая у них то, чего не хватает. Логично? Понятно? Понятно и логично. И поймите меня правильно, я не являюсь таким вот сторонником мира во всем мире, который в розовых очках думает, что если бы Анастасий дал Каваду денег, то все было бы хорошо. Конечно же, нет, со временем возникли бы и другие конфликты. В Персии, у эфталитов, в Византии рано или поздно могли бы возникнуть другие какие-то конкурирующие силы, кого-то бы из царей свергли, кто-то бы против кого-то восстал. Но, по крайней мере, эти люди в своем поколении, в своих возможностях сделали бы все, что в их силах, для того, чтобы обеспечить между своими народами мир. И, в общем-то, эфталиты тут ни в чем не виновны. А Персы тоже, в принципе, ни в чем не виновны. Византийцы виновны в жадности и, по сути, в предательстве. Потому что, когда византийцы обратились к Персам, типа, эй, персидский царь, я тут подыхаю, слышишь, моего сыночка этого недобитого, сохрани, чтобы его мои же дружочки не добили. И персидский царь не говорит, пошел к черту, я сам твоего сыночка добью. Я сейчас вас завоюю всех, уроды. Нет, он так не говорит. Он цивилизованно, он великодушно, как отмечает сам же Прокопий Кисарийский, провозглашает, что он и его царство, и его сила со всем, что он имеет, является верным счетом для этого малолетнего византийского принца. Когда византиец, от которого не требовалось ни с кем воевать, от него не требовалось ничего сверхъестественного, больше того, он мог бы даже назначить какой-то процент за то, что он дает в долг. Плохо под проценты, знаю, но а почему бы нет, это лучше, чем вообще просто подставить своего, так сказать, коллегу. Тут он коллегу подставляет, коллега, обуреваемый гневом по поводу такого подлого предательства, идет против византийцев войной, чтобы, в общем-то, грабежом взять себе свое и заплатить эфтолитам дань, но почему бы нет. Если, во-первых, и так территории, которые в Передней Азии контролировала Византия, с точки зрения персов, являются временно оккупированными, потому что с точки зрения персов и Армении, вся Передняя Азия и вся Малая Азия и, в общем-то, даже территории Фракии и Македонии и той же самой Византии являются былыми составляющими частями Великой Ахеменицкой империи. Поэтому, с точки зрения перса, воевать с теми, кто там завелся, не то, что естественно, а как бы почему бы нет, наоборот, как-то их терпеть для перса это уже дело, которое делается скрипя душой. Но, почему бы нет, в некоторых случаях персы могли и в такой ситуации идти византийцам навстречу. Но византийцы идти навстречу не хотели. Они хотели, чтобы между эфталитами и персами была война, чтобы персы ослабли, чтобы пойти начать захватывать приграничные области Персии. Поэтому то, что персы на них напали в этом случае, это не вина персов, это заслуга византийцев. Дальше описывается абзац четвертый, абзац седьмой, там в абзаце восьмом упомянуты опять же эфталиты, которые в составе войск Персии участвовали в данной осаде. Упомянут некий христианский святой, который типа вызвал какое-то уважение со стороны Кавада. И Кавад пошел ему навстречу и, в общем-то, дал ему возможность чтобы тот ютил у себя всяких беглых византийцев и прочую странную живность. И так, и так, и так. в общем-то, в абзаце 12-м описано использование таранов и то, как жители этого города пытались сохраниться от данных таранов. Описывается, как персы насыпали холм, чтобы с этого холма осаждать стены и описывается, как византийцы, ну, точнее, амедяне, жители данного города, сделали под этот холм подкоп и со временем привели к тому, что холм завалился. Согласно Прокопию, это было приблизительно 11 января 503 года нынешней эры, кстати, описывается в абзаце 28, что Кавад использовал в бою Акинак, то есть скифский меч, что также важно для оценки истории. если Кавад пользуется скифским мечом, то получается персы как некие потомки и идеологические продолжатели в общем-то скифов. Описывается история, что Кавад уже хотел завершать осаду, но случилось так, что жители этого города, а именно те женщины, которые названы гетерами, выбрались на стены и начали поднимать одежды и показывать персам всякие части своих тел. Вот у персов некая такая историческая любовь к историям о том, как какие-то женщины поднимают одежду и показывают им какие-то части своих тел. Подобная история была в войне против Астиага, где именно персидские женщины начали поднимать одежды и показывать свои половые органы и персам это так понравилось, что они пошли и победили войска Астиага. Тут гречанки начали персам показывать свои половые органы и персам это тоже понравилось и они решили, что нет, надо продолжать осаду, там же такие половые органы. Надо, ну, как бы в истории это трактуется по-другому, в истории трактуется как то, что, Прокопий точнее это трактует как то, что когда эти гетеры выбрались на стены и стали показывать свои нецензурные части тел, то выбежали маги персидские и говорят царю, нет, это символ, вот видишь вот эти символы, они не обозначают, что город вскоре нам раскроет все те свои части, которые обычно не раскрываются. И персы продолжили осаду, и со временем один из персидских воинов заметил вход в город, который был чуть присыпан, но через который можно было все-таки проникнуть в город. И так случилась осада города. Из-за своего благочестия царь приказал никак не подвергать поруганию местных жителей, но просто грабить исключительно в прикладных целях, потому что ему нужно было расплатиться с эфтолитами. Так, в общем-то, и закончилась данная история. Из этого видим, что персы, за исключением некоторых нюансов, ведут себя, в общем-то, адекватно. Персы стараются соблюдать некую справедливость, персы стараются действовать по ситуации, но без чрезмерной жестокости, без чрезмерной какой-то наглости, а главное без вероломности, что достаточно важно и что достаточно достойно. Абзац, точнее, глава восьмая, абзац первый. Тогда же Василев с Анастасией, узнав, что Амида осаждена, спешно послал достаточное войско. У каждого отряда были свои архонты, но над всеми были поставлены четыре стратига. Ариавин, являвшийся в то время стратигом Востока, зять Оливрия, который незадолго до этого правил государством на Западе, абзац второй, Келлер, командир дворцовых тагм, римляне обычно называют эту должность магистр, кроме того, командующий войсками, расположенными в Византии, фригиец Патрики и племянник Василевса Ипатий. Эти четверо были главнокомандующими, абзац третий. Вместе с ними был Юстин, который после смерти Анастасия стал Василевсом. Патрики с сыном Виталианом некоторое время спустя, поднявшим восстание против Василевса Анастасия и ставшим узурпатором, Форисман родом Колх, отличившийся различными военными дарованиями, Гадигискл и Веса оба гота из тех готов, которые не последовали за Теодорихом, когда он из Фракии пошел в Италию, оба высокого происхождения и опытные в военном деле. А кроме того, с войском отправилось много аристократов. То есть, так или иначе, греки отправляют своих, чтобы те воевали. Дальше описывается, что между ними не было никакой слаженности и, по сути дела, они друг другу мешали. Что здесь такого интересного? Ну, допустим, абзац одиннадцатый. Когда Ариавинд узнал, что на них идет коваться своим войском, он, покинув лагерь, вместе со всеми своими людьми обратился в бегство и буквально бегом отступил к Константине. Двенадцать. Прибыв вскоре сюда, враги захватили опустевший лагерь вместе с его богатствами. Отсюда они спешно двинулись против другого римского войска. Тринадцать. Между тем воины Патрики и Ипатия, встретив восемьсот эфтолитов, шедших впереди персидского войска, почти всех их перебили. Четырнадцать. Ничего не разузнав о Каваде и о персидском войске, они, чувствуя себя победителями, с тем большим спокойствием предались обычному образу жизни. Сняв оружие, они стали готовить себя к завтраку, час которого уже подошел, пятнадцать. В этом месте протекал ручей, и римляне начали обмывать в нем мясо для приготовления пищи. Дальше будет описана ситуация, что пока римляне мыли мясо, какие черту римляне, если они колхи, готы, черт знает кто, но не римляне. Вот это сборная солянка. как бы поймите, у меня нет никаких претензий к готам или колхам. И колхи древний народ, и готы вполне достойный, вполне великий народ. Но как бы то другие народы, а римляне то римляне. Римляне, они как бы это жители Рима, в крайнем случае это переселенцы из города Рим, в крайнем случае это хотя бы полуассимилированные, имеющие хоть наполовину происхождение от каких-то римлян. Тут же как бы сборная солянка. При том, что все эти люди представители тоже каких-то древних, еще более великих народов. Но в этом случае они уж никак не римляне. Они кто хочешь, они да, в них больше от персов, чем от римлян, если так уже разобраться. Там много армян, много колхов, и беры, ну да, готы есть, другие народы, но реальных римлян как-то незаметно, поскольку большинство реальных римлян взаимовыпилились в многократных межусобных войнах римских императоров с римскими узурпаторами, римских узурпаторов с римскими узурпаторами, победивших римских узурпаторов с римскими императорами и так далее по кругу, по очереди и вновь опять. И вот пока эти все товарищи мыли мясо, персы заметили, что кто-то загадил ручей, и вода его стала мутной. Они поняли, в чем дело, и быстро набросились и разбили византийское войско. И так ему и надо. Как говорится в Бхагавадгите Но данное выражение мало кому из современных людей хоть что-либо говорит. Тем не менее оно говорит главное. Однако пока буду цитировать не Бхагавадгиту, не Махабхарату и даже не Авесту, а Прокопушку, Кисаряшечку. Книга Войны с Персами первая, глава девятая, один. После этого Ариавинт, отозванный к Василевсу, отправился в Византий. Остальные же, прибыв к Амиде, зимней порой приступили к ее осаде. Покорить крепость силой они не могли, хотя неоднократно пытались это сделать. Поэтому решили взять ее измором. Ибо осажденные испытывали недостаток в самом необходимом. Два. Однако римские полководцы не были осведомлены относительно недостатка продовольствия у неприятеля, но видят, что солдаты утомлены осадой и зимой, вместе с тем подозревают, что персидское войско в скором времени придет сюда против них, заботились о том, как бы самим уйти отсюда. Три. Персы же, не зная, как им быть в таком бедственном положении, тщательно скрывали недостаток продовольствия, делая вид, что у них изобилие съестных припасов. Сами же под благовидным предлогом хотели вернуться домой. Четыре. Между тем и другими начались переговоры и было условлено, что персы, получив от римлян тысячу либр золота, отдадут им амиду. Обе стороны охотно исполнили этот договор и сын Глона, получив деньги, сдал амиду римлянам. Сам Глон к тому времени уже погиб следующим образом. 5. Когда римляне еще не расположились здесь лагерем, но находились недалеко от амиды, некий крестьянин, который обычно тайком ходил в город и за большие деньги продавал Глону птицу, хлеб и плоды, явившись к стратегу Патрикию, пообещал сдать ему в руки Глона с двумя ста персами, если взамен ему можно будет надеяться на вознаграждение. Патрики, пообещав, что он получит все, что пожелает, отпустил от себя этого человека. Тот сильно порвав на себе одежду и, притворившись заплаканным, вошел в город. Семь, явившись к Глону, он стал рвать на себе волосы, говоря, нес я тебе, владыка, и съестни я все, что было хорошего, как вдруг встретились мне римские солдаты. Ну, короче, я думаю, вы уже поняли затравку данного сюжета. То есть, негодяй, сговорившись с червями византийскими, в общем-то, решил сдать персидского военачальника. И персидский военачальник этому негодяю реально поверил, он думал, что его избили враги, он хотел защитить человека. Абзац 11. Итак, Глон, отобрав двести всадников, велел этому человеку показывать им дорогу. 12. Но тот стал уверять Глона, что лучше послать его на разведку, и если он увидит, что римляне бродят в тех же местах, он сообщит об этом, и тогда поход персов будет произведен вовремя. Глону его слова показались надежными, и он, отпустив его, велел ему идти. 13. Тот, придя к Патрикию, обо всем рассказал ему. Патрикий послал с ним двоих из своих копьеносцев, а также тысячу солдат. 14. 14. Крестьянин скрыл их в гористой лесистой местности возле деревни Филоса-Мон, отстоящей от Амады, Амиды, точнее, на сорок стадий. Велев ждать его в этой засаде, он бегом поспешил в город. 15. Сказав Глону, что добыча готова, он повел его вместе с двумя ста воинами к засаде неприятеля. Когда они пришли в то место, где залегли в засаде римляне, он тайно от Глона и всех персов поднял римлян из укрытия и показал им их врагов. 16. Персы, увидев, что римляне движутся на них, были поражены такой неожиданностью и не знали, что им предпринять. Они не могли не отступить, так как им в тылу оказались неприятели, не бежать в другую сторону, ибо там была вражеская земля. 17. Постаравшись, как могли при данных обстоятельствах построившись, точнее, как могли при данных обстоятельствах для боя персы стали отражать нападавших. Но много уступая им числом потерпели поражение и все вместе с Глоном погибли. 18. Когда сын Глона узнал об этом, он в глубоком страдании и гневе от того, что не мог защитить отца, сжег храм Симеона, служивший местом погребения Глона. Точнее, местом пребывания Глона. Да, он еще не мог служить его местом погребения, но я тут читал кучу текстов, поэтому глаза уже расплываются по тексту, и я могу начитать всякое разное, тем не менее, потом я это замечаю и себя корректирую. Итак, в общем-то, вы и сами можете найти данный текст и прочитать его и изучить. Я читаю то, что выделяю для этого, то, что считаю нужным и комментирую. Тут речь как раз о осаде, о всяких тех делах, которые связаны с Персидско-Византийской войной. Ну, допустим, абзац 24-й. Затем Персы, поскольку у них затянулась война с гунами, заключили с римлянами мирный договор. Произошло это на седьмом году войны. Со стороны римлян его заключил Келлер, со стороны персов Аспевед 25-й. Так я рассказал о конечнике кончилась война, начавшаяся между римлянами и персами. Теперь я приступаю к рассказу о том, что случилось у Каспийских ворот. Интересное, кстати, персидское имя Аспевед. если корень Аспа в разных вариантах означал воду, означал коней, означал сражение, ну, в общем-то, Аспевед, как что ли, знающий коней, знаток конного дела, знатный всадник, почему бы нет? Почему бы нет? Глава 10-я. Киликийский горный хребет Тавр. Сначала проходит по Каппадокии, Армении и так называемой Персармении, затем по земле албанцев и иверов, а также других обитающих здесь племен, либо независимых, либо подвластных Персам. Два. Он тянется на огромном пространстве, и если идти все дальше и дальше, этот горный хребет предстает широкой и высокой громадой. Три. Кто пройдет через пределы иверов, встретит среди теснин узкую тропу. простирающуюся на 50 стадий. Четыре. Эта тропа упирается в круто поднимающееся и совершенно непроходимое место. Дальше не видно никакого прохода, если не считать как бы сотворенных природой ворот, которые издревле назывались Каспийскими. Пять. Далее идут равнины, удобные для езды верхом и орошаемые обильными водами. Страна большая, ровная и удобная для разведения лошадей. Шесть. Здесь поселились почти все гуннские племена, занимая пространство до озера Меотиды. Когда эти гунны нападают на земли персов или римлян, то они едут на свежих лошадях через эти ворота, о которых я сейчас упомянул, не делая никаких объездов и не встречая никаких крутых подъемов, кроме тех пятидесяти стадий, которые, как сказано, ведут в пределы и веров. Восемь. Двигаясь каким-либо другими проходами, они должны преодолеть большие трудности и не в состоянии пользоваться одними и теми же лошадьми. Короче, короче, короче или длиннее, но здесь упомянуты истории с географиями и упомянуты всякие нюансы перехода, скажем так, из территорий Кубани, то есть из территорий, которые находятся близ озера Меотиды, через, в общем-то, Кавказские горы к Таврским, по сути дела, горам, то есть в глубины Малой Азии. Ну и вообще в Малую Азию. И дальше тут упомянуто всяко разное. Всяко разное. Например, тут упомянуто упомянут точнее некий Амбазук, родом Гун, друг римлян и Василевса Анастасия. Амбазук вообще-то есть другое имя, как Аннабож. Корень Анна небесный и Бож, то есть Бог. Аннабож дословно небесный Бог. Ну, понятно, что не имелось в виду, что сам человек является небесным Богом, но он назван в честь небесных Богов. И вот тут упомянут Гун с похожим именем, который к тому же был другом римлян и Базилевса Анастасия. Друг римлян и Базилевса Анастасия, уж больно мне это напоминает завершение царской титулатуры боспорских царей Филаромеус Филокесарес. Видимо, и здесь это также часть царской титулатуры данного Базука, и, видимо, он был каким-то местным правителем. Описано, что некоторое время он контролировал эту область, но 12, немного времени спустя Амбазук умер от болезни, а Кавад, силой изгнав детей Амбазука, завладел воротами. Такие вот взаимоотношения гуннов и персов. Правда, есть источники, которые еще упоминают Алана с схожим именем. Вот и вопрос. Данный Амбазук, он кто по национальности, условно говоря, гун, гун европейский или гун эфтолит, он Алан или как? Или славянин, поскольку у нас, допустим, есть князь Бош или Бус, имя которого по сути того же корня, что и вторая часть имени данного Амбазука. Ладно. Допустим, 16. Но как только Кават ее закончил, он отправил к римлянам послов по поводу того, что они выстроили город так близко к его границе, хотя это было запрещено заключенными ранее между персами и римлянами договорами. Тогда Анастасий по то применяя угрозы, то уверяя Кавада в дружбе и одаревая его крупными денежными подарками, хотел успокоить его и отвести его обвинение. 18. Этот Василевс построил и другой подобный город в пределах Армении, очень близко к границам Перс-Армении. Когда-то это была деревня. Короче, в общем, персы и армяне, точнее, персы и византийцы делят Армению и пусть открыто вот так вот не воюют, но имеют кучу мелких приграничных конфликтов. Ранее как бы была война, а теперь описывается между ними вот такие вот всевозможные интриги и своеобразные приготовления в предвкушении следующей войны. Тем не менее, ни тем, ни другим не хотелось новой войны и те и другие думали в принципе а как бы как бы что бы такое придумать чтобы этой войны избежать. В принципе, элиты им несколько вариантов подсказывали. Один из лучших вариантов избежать войны это скрестить династии. Если династии будут скрещены, то как бы как бы с одной стороны кажется, что воевать уже будет не с кем, с другой стороны можно вспомнить и пример Руси, где хоть Русью правила единая династия, но представители этой династии все-таки иногда повоевывали друг с другом. Однако тут и до такого не дошло. Так или иначе, глава одиннадцатая один. Вскоре после этого Анастасий умер, а власть получил Юстин, отстранив от нее всех родственников Анастасия, хотя их было много и они были весьма имениты. Когда-то Кавада охватило беспокойство. Как бы персы, как только он окончит дни своей жизни, не произвели мятеж против его дома, тем более, что он собирался передать власть одному из своих сыновей, не без их противодействия. Три. Старшего из его сыновей Каоса уже в силу возраста закон призывал на престол. Это отнюдь не было по душе Каваду. И воля отца шла вразрез с правилами природы и существующими законами. 4. Закон не позволял вступить на престол второму его сыну Заму, как только он был лишен одного глаза, ибо у персов нельзя стать царем, одноглазому или страдающему каким-либо другим физическим недостатком. 5. Квасрова же, который родился у него от сестры Асповеда, отец очень любил, но видя, что поистине почти все персы восхищены храбростью Зама и чуть чтут его за другие достоинства, он боялся, как бы они не восстали против Хасрова и не нанесли бы непоправимой беды его роду и царству. Итак, у Кавада есть старший сын, которого зовут в греческой интерпретации Каос. Ну, данное имя связано не с Хаосом, а с Кием, потому что Кай, Као тут, видимо, от ну, может, от иранского Кави, то есть правитель, но и иранская Кави все равно связана с Кием, Киевичами от понимания того, что династия правителей называется Киевичами в Иране и создался термин Кави, обозначающий правителей. Ну, ладно, это уже вообще другая тема. Так или иначе, есть у царя три сына и царь хочет, чтобы наследовал именно младший. «Товарищ Пушкин, товарищ Пушкин, нафига ты копировал материалы из истории, так неуклюжа их перекорежив?» И вот тут персидский царь планирует такую спецоперацию своеобразную. он предлагает византийскому императору усыновить его сына и сделать его впоследствии наследником византийского престола. и таким путем по сути объединить Византию и Персию. И поначалу византийский император в общем-то как бы вроде как согласно по крайней мере нашему выдумщику Прокопушке вроде как не против. и вроде как даже Юстиниан не против. Вот это тот Юстиниан который потом будет воевать с персами геноцидить кучу народов в Византийской империи и вокруг нее. Он типа не против и все не против но находится один такой вот вообще чиновник чиновник просто супер чиновник идеал какого-то такого чиновничьего задротства и он говорит не не вообще не не вот ни разу нельзя такое делать вот прямо всеми частями тела чую вот нельзя такое делать а Юстин и Юстиниан такие почему бы не отдать власть в нашем царстве персу но в действительности почему бы не отдать власть в нашем царстве иностранцу персу нашему былому врагу почему бы не сделать так они не знают ответ на этот вопрос почему но вот такой есть один у них чиновник который знает ответ на вопрос почему нельзя так делать он зараза знает никто из них не знает а он знает и он ни 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 они такие да 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 а он ни 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 конечно же то насколько комично и нелепо прокопушка описывает данную историю меня просто поражает и поражает то что в принципе это прокопушка вполне себе здравый вполне себе ну реалистичный рационалистичный человек во многих случаях во многих случаях описывает исторические события так что даже у меня к некоторым местам из его описаний серьезных претензий нет я плюс минус могу согласиться что ну да наверное так могло быть не во всех случаях конечно же не во всех далеко не во всех но в некоторых случаях я могу согласиться что наверное почему бы нет наверное прокопий он же все-таки прокопий все-таки кисарийский все-таки наверное знает о чем говорит но в данном случае для меня вот эта история как персидский царь отдает своего принца византию на царство византийский базилевс и потенциальный наследник византийского трона согласны и находится всего лишь один чиновник который становится на защиту суверенности византийского трона для меня эта история стоит приблизительно в одном ряду из трагикомедии из нашей повести временных лет о том как Владимир чуть ли не насмех выбирал религию и такой а что у вас вино пить нельзя так нафиг вы мне сдались от эти а у вас город где ваш где вообще откуда а вы типа ниоткуда так нафиг вы мне сдались о эти у вас красивый храм там все дела давайте сюда свою религию давайте сюда такой же красивый нам храм стройте я хочу веровать в красивый храм а вы во что подумали то есть вот эта история из повести временных лет она тоже трагикомичная и то что описывает прокопушка по поводу того как как принимали наца как пытались так принять чтобы не принять на царство персидского царевича в Византии ну как бы реалистичность эту историю мягко говоря покинула вообще покинула потому что такого быть не может кое-что наверное зачитаю кое-что наверное зачитаю одиннадцать они хотели спешно приступить к делу составив в соответствии с существующим у римлян законом письменный акт об усыновлении если бы от этого их не удержал прокол который являлся советником базилевса исполняя должность так называемого квестера этот человек был справедливый и известный полным своим бескорыстием двенадцать поэтому он не так легко соглашался на создание нового закона и не хотел менять что-либо уже из уже установленного так и теперь возражая против их намерений он сказал тринадцать я не привык прилагать свою руку к тому что отдает новшеством и вообще я боюсь этого больше всего хорошо зная что стремление к новшествам всегда сопряжено с опасностью четырнадцать мне кажется что даже очень смелый человек в делах подобного рода задумался бы над этим предложением и ужаснулся возможному в будущем потрясению пятнадцать ибо по-моему именно мы сейчас рассуждаем ни о чем ином как о том чтобы под благовидным предлогом передать персам государство римлян они не скрывают своих мыслей и не пользуются какой-либо завесой но открыто признаются в своем намерении совершенно не стесняясь выставляют свое требование отобрать у нас все государство прикрываясь явный обман личной простодуши речами о любви к миру оправдывая свои бесстыдные домогательства шестнадцать поэтому вам обоим следовало бы всеми силами отвергнуть эту попытку варваров тебе государь чтобы не быть тебе последним василевсом римлян а тебе стратик чтобы она не оказалась помехой в достижении престола семнадцать ибо если и другие хитрые планы скрытые под обы скрытые обычно под пышностью слога и нуждаются для многих в объяснениях это посольство с самого начала имеет цель этого самого Хасрова кто бы ни был сделать наследником римского базилевса ну вот такая вот история которую описывает Прокопий как этот самый Прокол спасал так сказать Византию от персидской аннексии что ли сказать ну и дальше в общем-то так сложилось что византийцы могли бы тоже честно как люди как правители сказать знаешь что этот персидский царь какого хрена ты нам своего принца цари нашей страны отдаешь ты не офигел там у нас свои принцы есть может мы тебе своего отдадим там так не хочешь или давай обменяемся принцами не ну могли же сказать вот так чтобы честно как бы и сразу все как есть но нет окажется то что они будут долго и нудно водить за нос персидского царя и говорить ему как бы что они в общем-то хотят но они так хотят что не очень хотят и на самом деле они по-особому хотят и так хотят чтобы не сильно захотеть и знаешь что этот царь персидский мы проведем этот обряд не по обычаю византийцев не по обычаю персов а по обычаю каких-то варваров какие варвары что за варвары нафига по обычаям тех варваров что-либо делать и у византийцев и у персов есть свои законы свои правила престола наследия можно было бы их банально соблюсти можно было бы разработать какой-то промежуточный вариант который или совмещенный вариант который был бы или совмещением аспектов или полным совмещением и византийского и персидского обряда и ритуала и в общем-то закона передачи власти соответственно в дальнейшем но пока еще только лишь усыновление этого самого Хасрова Юстину можно же было сделать можно было если хотеть сделать можно было честно отказаться если не хотеть делать но они устроили хрень полную в результате как бы по сути дела был отстранен впоследствии видимо и от жизни Сеос то есть друг былой друг и по сути второе лицо в государстве персидском византийцы и среди своих чистки устроили и вот я про это все читаю и как бы ну нафига хорошая возможность реально объединить государство хорошая была бы возможность реально допустим придумать какую-то многоходовку чтобы в дальнейшем Хасров стал базилевсом Византии чтобы Юстиниан стал шахеншахом Персии и в общем-то чтобы так полностью перекрестить правящие линии и совместить Персию и Византию узами не хуже чем те которые были между допустим западной и восточной римскими империями Византии же не привыкать существовать в симбиозе с другим государством Византия сама выросла из римской империи где поначалу долгое время имела западную римскую империю если как бы есть цель прекратить войны то почему бы не сделать это но византийцам надо другое византийцам нужны интриги византийцам нужна возня в этих интригах и проще говоря всякая такая вот фигня византийцам Продолжение следует...